Приветствую вас, Анастасия. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Ситуация заключается глобально в следующем. Значит, в первую очередь я бы обратил внимание на то, что вы достаточно рано вышли замуж и достаточно рано родили ребёнка. То есть достаточно рано обзавелись с семьёй, скажем так. Тот факт, что вы достаточно рано обзавелись с семьёй, на мой взгляд, свидетельствует о том, что у этого есть определённые причины. И в основе этих причин, конечно, лежит ваш выбор. И в основе этих причин лежит, конечно же, ваш выбор и ваша позиция. То есть почему-то вы решили поступить так, да, почему-то вы решили вот действовать таким образом, через, ну, через вот такой момент. Почему-то вы решили действовать. Я бы сказал, я бы сказал, что очень важно обратить на это ваше внимание. Очень важно обратить ваше внимание на данный факт, чтобы лучше разобраться с тем, что с вами происходит. То есть если вы рано выходите замуж и рано обзаводитесь с семьёй своей, то у этого получается есть свои причины. У этого получается есть свои основания. Какие? Какие у этого есть основания? Какие у этого есть причины? Давайте мы с вами вместе постараемся на эту тему подумать. Откуда у вас есть потребность в семье, в ребёнке и так далее. Дальше. Значит, вас, как вы могли заметить, не отвратила от мужа вот эта история, что он наркоман, что он вам изменил, что у него там... там загулы и прочее, 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 прочее. Вот. Вас эта история не отвратила. И, на мой взгляд, нужно выяснить, почему. Почему вас это не отвратила от мужа. Не то, чтобы я считаю, что он должна была отвратить. Но всё же, всё же хочется понять, понять вас, понять причину, почему так произошло. Это первое. Второе. Отношения с наркоманом, при условии, что вы не можете, или не хотите, или боитесь уйти от него, является, к сожалению, созависимым. То есть, это именно созависимые отношения, когда вы нуждаетесь в этих самых отношениях, когда вы нуждаетесь в том, чтобы быть этим человеком. Ну, по факту, о чем вы и сами говорите. Описывая, что у вас имеет место быть привязанность. Описывая, что у вас имеет место быть какие-то странные чувства к этому человеку. Вот. И так далее. Я полагаю, что на этот момент вам необходимо обратить своё внимание. Я так полагаю. Потому что это, ну, очень важная история. Слишком важная, чтобы просто закрыть на неё глаза. Следующий момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это момент, связанный с тем, что вы пишете про брата и про свои отношения с ним. Здесь, по факту, конечно, имеет место быть такой любовный треугольник. Но, по факту, я думаю, что чувств ни к тому, ни к первому, ни ко второму мужчине у вас нет. Потому что чувства к первому мужчине у вас скорее зависимые. Как, я надеюсь, вы сами чувствуете, видите и понимаете. А, чувства к второму мужчине являются реактивными. То есть, речь идёт именно о том, что эти чувства возникли как реакция. Как реакция на, там, некие проблемы у вас в отношениях. Вот. Поэтому, я думаю, что вы находитесь в любовном треугольнике здесь. Все связаны именно с тем, что вы вот нуждаетесь в человеке, что вы вот нуждаетесь в любви, а ваш муж вам этого не даёт. То, что вы не можете уйти от своего мужа, в принципе, более чем понятно. Потому что, если бы вы могли от него уйти, вы бы уже давным-давно ушли бы от него. Вот. Но вы этого не делаете. Потому что, как правило, человек, там, ну, например, боится одиночества. Как правило, человек опасается одиночества. Как правило, человек, ну, боится просто каких-то перемен. Вот. То есть, зачастую есть вот некая такая привязанность. Частую есть такая некая привязанность. Вот. И, конечно же, это просто привязанность, потому что любовь в таких, ну, в таких условиях, любовь невозможна. Это совершенно, на мой взгляд, очевидно и понятно. Но, тем не менее, важно, что это сможем держать. Самое главное, что это же вредит достаточно сильно вашему ребёнку, который тоже очень сильно страдает от того, что происходит. То есть, очень сильно страдает и переживает от того, что происходит между вами. Он тоже чувствует то напряжение, которое имеет место быть. Вот. И вы это позволяете, вы этому напряжению позволяете иметь место быть. Вы позволяете этому напряжению влиять на ребёнка и на себя. Тоже. Вот. Поэтому, здесь очень важно разобраться всё-таки с вашими чувствами. Принять личную ответственность за ситуацию, которая имеет место быть сейчас. То есть, вот именно, принять личную ответственность за то, что происходит с вами, вот именно в вашей жизни. И решить, что и как вам делать дальше. Вот. Решить, что и как вам делать дальше, и что и как вы можете дальше делать. Вот. Чтобы адекватно устраивать отношения с братом вашего мужа, вам необходимо от мужа всё-таки уйти. В противном случае необходимо понимать, что как мужчину вы брата мужа воспринимать не способны. Потому что в отношениях вы изначально находились всё же с мужем, а не с братом. Вот. И это также очень важно, на мой взгляд, понимать. Значит, дальше. Значит, выпишите. Не хочу бороться за спасение от наших отношений, не знаю, есть ли вообще у нас. Мы сейчас ругаемся, мало выделяем друг другу внимания, этим уже не тот. И так далее. Косвенным образом здесь проявляется ваша безответственность. Вот. Таким вот, знаете, косвенным образом она проявляется, потому что... Ну, согласнитесь, немного странно звучит, а мы ругаемся. Вот. То есть... Вы ругаетесь? На самом деле. То есть не... Вы как пара ругаетесь. А вы оба ругаетесь. Надо вот только понять, какой именно вы вносите вклад в ссору. Сможем. Своим. Своим. Если вы сможете это сделать, если вы сможете взять на себя личную ответственность за что еще происходит, то я думаю, что для вас ситуация будет гораздо более понятна, чем то, что есть сейчас. Ну, вы в любом случае не будете уже такой жертвой, например, как это происходит сейчас. Дальше, значит, была измена с его стороны два года назад. На другой стороне есть ребенок, которым он мало видится. Если видится, то бывает от меня. Вы все это, получается, терпите-терпите. Ну, то есть как бы все это приняли, что у него это была измена. Так, значит, с его братом мы знакомы годом три. Был период, когда еще не муж лежал в клинике два месяца, как раз после измены и долгих недельных загулов. Когда осталось, меня поддерживал брат, общались, гуляли, со временем наладились отношения с мужем и поженились. А что значит наладились отношения с мужем по-настоящему? Что это значит? Ну, вот конкретно, что значит наладились отношения с мужем? Как это вот понять, наладились отношения с мужем и что произошло? У нас появилась дочка, но опять же, да, у нас появилась дочка. Вот это опять же очень такое безответственное утверждение. Потому что справедливости ради, надо сказать, что дочка появилась потому что вы ее зачали. А зачали вы ее потому что... А вот что? Потому что... Дальше, значит, так, тут вернулась страсть с наркотиком, но она никуда не уходила. По его словам он независим, когда захочет их туда и бросит. Это не так. Я устал от этого, постоянно живу в ожидании. Придет, не придет домой, натворит что-то или нет. В целом нервничею, не работает он, денег не хватает. Здесь у вас спросятся жертвы. Почитайте про созависимые отношения. Я полагаю, вам это будет полезно. Периодически мы общаемся с его братом, а на ближайшем в гости мы проводим все вместе, кто мы все вместе. Время очень хорошее в отношении к смутинам доходить до развода. И вопрос совсем другой, какой между нами есть что-то, мы это понимаем, поэтому не может позволить себе лишнего. Кто мы, понимаем, опять же непонятно. Что именно между нами? Тут, мне кажется, тоже нужно разобраться. Вот, вы пишите, что смутин доходит до развода, что это значит, что значит доходит до развода. Не очень понятно, не очень понятно, что это значит. Вот. Дальше, значит, так, отмуживаете не получается с вами что-то останавливать. Вот опять, нет, нет личной ответственности. Здесь что значит что-то останавливает. Когда зло с обидой проходят, приходит жалость к трепет. У вас приходит жалость к вашему мужу. Знаете ли вы, что такое же, что такое же, именно чувство жалости. Вот. То есть, ну, понимаете ли вы, что есть, что есть, именно чувство жалости. Отдаёте ли вы себе отсчёт в этом? Что такое жалость? Жалость, это когда вы ставите себя выше человека. Вот как вы, вот как вы её считаете? Ответьте только честно на этот вопрос. Как вы считаете, достойный ли мужчина жалости? Ваш мужчина. Достойный ли он жалости? Как вы думаете? Почему вам его жалко? То есть, это опять же, да, это такая вот, знаете, как бы, как сказать. Это такая позиция больше, ах, ну, больше родительская. Я бы сказал. Вот. Я бы сказал, что это родительская позиция. По отношению к вашему супругу. То есть, по факту вы, значит, ставите себя выше, чем он. Вот. Такая вот история, я полагаю. Трепет. Трепет, это очень важно понять, что такое трепет. Ну, это до первого ухода его в отрыв. То есть, вы его, таким как он есть, полностью у Анастасии не принимаете. После когда встречусь с его братом, я начинаю думать о нем чаще, менять я не думаю. Ну, правильно, как реакция того, что не дает вам ваш муж, вы пытаетесь дополучить... В смысле, у другого. Все, человек. Вот. Дальше. Так, но не к музею. Я чувствую, не пойму, какие просто привязаны. Селекция за фас. Любовь нет. Любовь, вы не понимаете, какой-то контор таким, как он. Нет, это привязано. Но, опять же, почитайте про... ...созависимость. Я думаю, у вас появится там представление. С его братом мы совсем разные, но другой тип от девочек, это не имеет значения. Но он уделяет мне в некоторое внимание, я буду понять, что это не просто так, это в некоторое внимание. Я в замечательстве. Ну, вот, нужно разобраться вам в себе и в том, чего вы хотите для себя. После чего, я думаю, будет понятно. Моя проблема заключается в том, что вы 4 года с мылем. Вот. У меня это 16 лет. Это очень реально. Вы не привыкли к самостоятельности, вы не привыкли быть одна, возможно. И вот эта вот потребность в ком-то, она является движущей силой такой вот вашей ситуации. Соответственно, если вы готовы поработать над собой и стать более самостоятельными, то мы будем рады вам помочь. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи. До новых встреч. Удачи. Продолжение следует...